Государственная программа «Производительность-2020» стартовала в Казахстане в 2011 году. В ее рамках предприятия могут получить денежную помощь для улучшения производительности труда за счет модернизации оборудования или повышения знаний своих работников. По словам экспертов, в Кустанайской области стать участниками программы смогли лишь пять компаний. Среди них примеры ТО «Сарарка Автопром» с проектом «Организация производства автомобилей методом СКД сборки, включая сварку и окраску кузова». Комплексный план разработок получили возмещение. Они пошли дальше. Они с БРК «Лизингом» заключили договор на финансирование, на поставку оборудования по сварке и окраске и сборке автомобилей марки «Сан Йонг» на сумму 10,9 млрд тенге. Финансирование и поставка оборудования начаты. Полный монтаж планируется завершить до конца ноября этого года. Успешным можно также назвать участие в программе ТО теплоэнергетической компании «Титан» с проектом «Модернизация производственных мощностей предприятий по производству отопительного оборудования». Они приобрели оборудование на 160 млн тенге. Ирина Ахметова отмечает, компания подавала заявку на оборудование, способствующее энергоэффективности и энергосбережению. Однако РБК «Лизинг» заявку не удовлетворил. ТО «Милх» смогло получить инновационный грант в сумме почти 5 млн тенге на внедрение управленческих и производственных технологий. А вот Лисаковскому картонно-бумажному комплексу не повезло. РБК «Лизинг» их заявку на покупку оборудования не одобрил, как и ТО «Киан». Хотя в рамках программы эти два предприятия смогли разработать комплексный план развития. Я не знаю, почему предприятия боятся изучить, понять, подать документы. Конечно, сложности имеются. Дело в том, что пакет документов надо направлять в Казахстанский институт развития индустрии. Это оператор программы в Астане он находится. И процедура часто затягивается, процедура рассмотрения документов часто затягивается. Мы об этом говорили, вот буквально протоколом оформили проведение совещания, направили наши предложения и в Министерство индустрии, и в Казахстанский институт развития индустрии. Ирина Ахметова отмечает, что, возможно, этот протокол в вышестоящих ведомствах примут во внимание. Ведь сегодня в Кустанайской области есть потенциальные участники этой программы. К примеру, ТО «Пластандарт» изучает возможность реализации новых проектов с применением государственной поддержки в рамках программы «Производительность-2020». Не исключает такой возможности и ТО «Океан» с проектом модернизации и расширения производственных мощностей предприятия по переработке рыбы. Антон Корчинский, Татьяна Калюшная, РТ.